Телекомпания Жопа Лиз и артистическая киногруппа Как Лежу, Так и Живу представляет первый в истории фильм, так и на молдавском, как и так и на румынском, о нашем президенте Игоре Дадония. Эээ, смотрите на экран. Итак, три часа ночи, мы находимся в Галерканах, на резиденции президентские или президенции резиденции. Пасыричка делает чип-чирип, озеро очень леништит, а кто же неспокоен в темном лесу, кто же он? Супермэн, самолет, он, да Дон Игорь, президент республики. Приукрасился, приоделся и начинает гыф-гыф-гыф, гыф-гыф-гыф. Агыф, 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 агыф. А куда же вы торопитесь, господин президент? А я тороплюсь, изменить сайт на сайте, языке на сайте, запутался, гыф-гыф-гыф. Итак, темная ночь, или, как говорится по-румынски, светлый день. По-русски называется на барах, на румынски по-параллели. Президенту по-параллели, в смысле, похуй, он же президент. Я хочу вам сказать, там раньше хотел сказать, я бежал, чтобы изменить язык на сайте парламента, и чуть-чуть промок, внизу, наверху, на лбу промок. Хочу изменить из румынского в молдавский. У меня уже на телефоне изменилось, хочу вам показать. Вот так вот выглядит молдавский язык, вот это не румынский. А что вы спросили вначале? Теперь президент уже готов въехать в Кишинев. Костюм аж наденут, и дача лаган у подъезда. Заходим, раздеваемся, потому что кондиционер сострекает. Итак, каждое утро в 7 часов 40 минут, пока ты дрыхлишь, перебедишь, наш президент, серьезный мужчина, уже в камешуйке заходит в здание. Что делает? Здорово, мужчина, здорово, женщина. Потом смотрит на герб, ау-у-у-у. А потом важное заседание, в смысле приседания, жопой на фатолю. Дело в том, что каждое утро у меня традиция садиться попой на мягкое кресло, когда садишься на мягкое, то, что в тебе твердое, хочет выйти в этом деле. Или, если не помогает, можешь скримироваться у монитора вот так. А теперь важное заседание. Кто же заходит? Один женщина, два мужчина, три, четыре. Сколько же их, блядь? Это советника господина президента. Что же посоветуют они ему? Новые анекдоты про Майя Сандус интернета. Ха-ха-ха! А теперь мы в южном городе, в южной столице, городе Кахул. В Кахуле президент Игорь Дадон встречается опять с мужчинами и женщинами. Но в первую очередь с мужчинами. Привет, мужчина! Здравствуй, президент! Я Игорь Дадон. Знаю, президент. Покушай с утра, ведь ты делал спорт. Покушай, кулачел. А кулачел ведь от детей. Да ничего, дети ленивые. Ты кушай, ты делал спорт. Укуси вот так кулачел, кусочек соли и давай по ступенькам. Хрёпа-хрёпа-хрёпа-хрёпа-хрёпа. Заходим в консилию. Привет, первый мужчина. Второй мужчина. Сколько еще мужчин? Давай еще мужчина. Оп! Привет тебе, мужчина. Всех я вас позабуду. Как я рад. Теперь наверх. Опа! На этом столике. Присядем на стулике. И суровый мужчина расскажет, что такое город Кахул. И почему здесь все суровые мужчина. Президент рад, но его уже ждут полицейские, которые смотрят, что еще и миссюня Лумина там вытащила новое. 11 часов ровненько. Заходит президент. Все держатся за носик, потому что запахло изменениями на сайте президентуры. Что же произойдет на этом заседании, взглянем вместе глазами и ушками. Господин президент, дело в том, что очень много времени мы на вас смотрим. Вы молодой, красивый, перспективный, очень талантливый молодой человек, но есть что-то, что мы еще не узнали. Как вам удается платить за кредит на дом в Буюканах? Дело в том, что у меня, ну как, я вам не сказал. Я президент, и у меня, я прошу у родителей деньги. Я кричу, да родители, дайте деньги, помогите. И они быстро дают деньги, я плачу за кредит. Очень просто. О, теперь 12 часов. Как же так? До этого было 11, а уже 12. Плюс 1. 11 равно 12. В смысле часов. Теперь мы в городе Джуджулештах. Что же такое Джуджулештах? Джуджулештах это самый большой порт из города. Осторожно, водичка президент. Хорошо, что не хотя. Господин президент увидел там вапураше. Это значит романтика. Ветер вдует в пупок. И господин президент довольный, господин президент. Потом он еще прогулялся по тропиночке. Увидел там наверху. Что там наверху? Покажите. Эй. А, там мужчины. Солдатики позируют помынт. Потому что там вама. А еще что увидел? Ну, увидел раз, два, три, четыре цистерны. Что там? Пиво нефильтрованное ты, дурачок. Не видишь же? Пахнет в носик пивом. Да. А как вам первые впечатления, господин президент? Скажите на камеру. Дело в том, что я здесь не первый раз. Я был в 2005 году. Потом много лет не был. Сколько? 2005-2017. Много лет не был. Но хочу сказать, что когда я здесь был, я увидел дороги. Увидел кемп, увидел трубы, цистерны. И мне самое большее понравились трубы. Трубы, потому что я по профессии тоже труболог. И я, как у меня, чистые трубы. У, друзья, я чищу трубы. Я, мне нравится. Я трубочиститель красивый. Потом мы прогулялись, увидели вапора. А, вот труба с песком. Мне очень понравилось. Да, там песок падал, падал, падал. Ну, красиво. Потом что? А, мы поздоровались с буддистами. Два буддиста в городе Джурджулешты. Хорошие у них комьюнити. Увидели вертолет без вертушки. О, водичка мокрая, мокрая, красивая водичка. Эх, рад я был. Потом еще много людей подошли ко мне. И мы сказали, давай прогуляемся. Прогуляемся по борту. Буддист нас проводит. А что там наверху, буддист? А там наверху небо, господин президент. Прямо везде наверху. Да, да, да. Гуляйте, гуляйте. Осторожно. Лег, лег. Осторожно. А, молодец, господин президент. Осторожный. И прямо везде, прям небо наверху. Да, господин президент, везде небо, дурачок вы. И вот так мне понравилось в городе Джурджулешта. Особенно трубы с песком. А здесь что? А голову положите? Больше не президент, опасно. А, ну здесь в Джурджулештах прям как в моей жизни. И опасно, и красиво. Прошло пару времени, и господин нам сказал. Съемочная группа, помогите мне, пожалуйста, чуть-чуточку релаксироваться. А где вам хотите отдохнуть в своей Уссушаре-корнице? Конечно, в Бесерике. Бесерик это не просто для президента. Это и департамент маркетинг, и его партии до коммунистического, социалистического. Опять он скушал калачеллу детей. Это же традиция, ёпта. И что дальше? Послушаем песню. Ну, будем с вами откровенными. После такого рэпа-хип-хопа можно просто в Бесерику, о Принде-Лумнерику и с прихожанами побеседовать. Что там, какой-то новый сериал у вас, да, появился? Да, появился новый сериал, называется Отрубим тебе бошку, тебе, плохотнюк, что цэш-то корня бляка, блядь, чте фута спады, довоза, шестнень, сука! Следующая дестанация была фабрика. Что за фабрика УЗИНа такая? Что же там такие за аппараты? А, текстильно-текстильные текстилы здесь готовятся. Женщины своими руками делают текстилы. А почему президенту важно сюда зайти? Да ведь он весь день гулял. И дело в том, что килоцаши у него рупировались от его пырца-пырца-пырца. Он же кушал только кулачел. И теперь нужно быстро что-то измениться. Привет, женщина. Привет, текстилы. Привет, фабрика. Здесь аки, здесь ацы, здесь стулья, столы. Президент очень важный мужчина и умный. Он сразу понял, что его там ожидает. Он увидел столько всего. Трубопроводы, метура, уналта. Ух, как важен ваш визит сюда. Блин, всем сразу стало теплее. Ой, блин, какой сюрприз. Президент увидел женщину, а у женщины календарь с его ебалетом. А почему же ебалет президента? Дело в том, что я держал его в туалете летнем. Не помогала. А теперь держу на работе. Помогает. Спасибо. До свидания, идите нахуй. Дело в том, что я здесь не первый раз. Я уже был здесь, когда у меня килоцы рупировались. Я делал пырца, 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 лан. Ничего твердо не выходило, но все равно килоцы рупировались. И мне сегодня помогли. Показали женщины, как приодеться. И я пришил себе в попочке красивые теплые килоцы. Ой, еще один кулачел, господин президент. Как же так репеди. Третий кулачел за день и не грамму витамину. А зато лумнарели в руках. Ведь лумнарели в руках, это значит хороший метаболизм. А что же нам расскажет Попа Пыринти? Эй, вот здесь мы хотели наверху сделать вай-фай рутер, но не получился. Никто не хочет залезать. Может вы помолитесь, поставите лумнар, и у нас будет вай-фай. Давайте помолимся вместе, опринтим лумнаря, помолимся, чтобы был вай-фай в весерике. Ой, а что же мы теперь увидим? Это старая икона? Кому же эта икона будет принадлежать? Господин отец Анатолий, ответьте нам. Ответьте нам, Анатолий. Алло, не слышишь? Алло, Анатолий. Сейчас ответит нам, что же это за икона. Ай-яй-яй, оказывается, это не икона. Отец Анатолий сказал, что это старейший ай-пэд. Ай-пэд с одним только жпегом. Смотришь туда, сразу все минуни происходят. И такой румиор, румиор, убрыжор, убрыжор. Президенту Аскултетор, Аскултетор, хорошо? От нашего департамента маркетинг, вашему департаменту жополиз. Получите, пожалуйста, такой красивый приз. Сказал президент, в смысле спасибо. Ну а при окончании такой сюрприз случился. Пришла женщина, похожая на женщину. Сказала президент, я вас люблю. Президент сказал, извините, но я вас тоже. Женщина, ну спасибо. Президент, ну и вам спасибо. Отличная же встреча, блин. Вот это да. До свидания, всего доброго. Да, конечно, без проблем. А кто эта женщина? Опа-на, ребятушки, а где же мы сейчас? В Кишиневе от дел святых к делам партийным. Игорь Дадон опять в партии социалистов. Я был сегодня весь день по стране, гулял, а вы? Что делали вы? Вы сидели здесь, в рушине. После этого красивого воздержания слов, президент поехал опять в село Галерканы. Что же он там потерял? Батарейки от Фетриса? Нет, нифига. Важнейшая у него встреча. Помните, президент показывал, как он любит халаты? Так вот, он встречается теперь с представителем важнейшей фабрики халатов. Эль Халат, Эль Халат из Дубая приехал. Посмотреть на Галерканы и подумать, как же построить здесь местную фабрику халатов президентских. А? Что ты думаешь, Эль Халат, Эль Халат? Эль Халат, Эль Халат, буль-буль-буль, вапораж. Я встречался давно с господином Эль Халат, Эль Халат. У него делал свой первый халат, потом второй халат. У меня много халат. И сейчас он пообещал мне сделать еще один, где будет написано «Хороший господин президент Игорь Дадон, окрутитур ортодоксии, Эль Халат, Эль Халат». Вот так и заканчивается наш день. Но это только наш день. А день президента Игоря Дадон только начинается, потому что ему только что, только что позвонил по телефону господин Степыну, который говорит... Ну, на этом все, дорогие друзья, заканчивается наш документальный фильм. Компания «Жаполиз» благодарит вам за внимание. До свидания. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова